Переходим к рассмотрению вопроса о ходатайстве Государственного Совета Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о присоединении городу Казани почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Слово для доклада предоставляется Медшину Ильсу Раисовичу, мэру города Казани. Уважаемый Рустам Нагалевич, уважаемый Президиум, уважаемые депутаты, большая честь и ответственность сегодня впервые за 20-летнюю мою историю работой мэром выступать в парламенте. И повод для этого очень важный и ответственный. Вся наша страна готовится отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За послевоенные годы много было сделано для увековещения героического подвига нашего народа. Учреждены и присвоены почётные звания «Город-герой» и «Город воинской славы». Однако важно чтить и помнить о мужестве и самоотвержденности тружеников нашего тыла, много сделавших для достижения Великой Победы. В связи с этим президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин внёс проект закона о почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», в соответствии с которым звание будет присваиваться городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной, гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Наш город имеет все основания для присвоения столь высокого звания, потому что в годы Великой Отечественной войны являлся одним из важных тыловых центров страны. Перестроено 139 предприятий, эвакуировано из центральных и западных регионов более 70 предприятий. В Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. Была обеспечена бесперебойная работа по изготовлению и поставке на фронт. На авиационных заводах города был выпущен каждый шестой боевой самолёт. Рабочие мотостроительных заводов наряду с выпуском серийной продукции занимались и разработкой новых образцов. А благодаря техническим изысканиям Королёва и Глушко был создан первый отечественный жидкостный реактивный двигатель РД-1. На оборудовании, эвакуированные из Ленинграда приворостроительного завода, ныне Казанский электротехнический завод, производились приборы управления, необходимые для судов военно-морского флота. Оптические приборы для военно-воздушных сил и военно-морского флота, артиллерии, танков выпускал Казанский завод номер 237, ныне Казанский оптикомеханический завод. На базе Казанского порохового завода в особом техническом бюро был разработан порох к реактивным снарядам для секретной установки «Катюша». За военные годы завод отправил на передовую более 4 миллиардов зарядов. Уникальную продукцию выпускал Казанский кетгутный завод. На единственном стороне предприятия изготавливался незаменимый при проведении операций хирургический шовный материал. Не менее самоотверженно трудились рабочие лёгкой промышленности, выпуская около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии. На предприятиях города ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию. Масштабные результаты напряжённого труда рабочих были отмечены на высшем правительственном уровне. По итогам работы промышленности в годы Великой Отечественной войны 8 крупнейших предприятий Казани были награждены орденами. 14 предприятий 144 раза получали переходящие красные знамёна Центрального комитета ВКПБ и Государственного комитета обороны СССР. Казань уже накануне войны являлась признанным научным центром по Волжии и в годы войны стала местом сосредоточения академических учреждений страны. Всего в военные годы в Казани из других регионов страны эвакуировано 33 научных учреждения. Нельзя не отметить благородную работу медиков в Казани. В 1941-1942 годах в городе функционировало 45 госпиталей. В них прошли курс лечения и реабилитации 330 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Более 62% были возвращены в строй. Кроме того, Казанское пехотное училище, которое впоследствии стало основой Казанского танкового училища, подвергается коренной реорганизации и переходит на подготовку специалистов для бронетанковых и механизированных войск. Всего за годы Великой Отечественной войны было сделано 25 выпусков и подготовлено 4628 командиров-танкистов. В 1944 году за выдающиеся успехи в деле подготовки командиров училище было награждено Орденом Красного Знамени. Активно участвовали во всех формах движения помощи фронту жителей города. Вносили средства фонд обороны и из личных сбережений жителей республики поступило более 262 миллионов рублей. Можно привести еще множество документально подтвержденных фактов трудового героизма жителей нашего города. За самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны многие работники предприятий и учреждений в Казани награждены правительственными наградами. Более 75 тысяч человек отмечены орденами и медалями за доблестный труд Великой Отечественной войны. Более 10 человек удостоены звания Герой социалистического труда. Также стоит отметить, что значительный вклад жителей Казани в победу в Великой Отечественной войне был высоко оценен и указом Президиума Верховного Совета Союза Советско-Социалистических Республик. Город был награжден Орденом Ленина. Харматли Депутатлар Хам, Чахрлан Хунаклар, Харматли Расанур Галевич, как я уже отмечал, звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться указом Президента Российской Федерации по предложению граждан, общественных объединений, органов местного самоправления. В мой адрес, в адрес Казанской городской думы аппарата Президента Республики Татарстан поступили многочисленные обращения от общественных организаций, обращения коллективов предприятий города, выдающихся жителей и тружеников тыла. Не осталось равнодушными наше молодое поколение. Есть обращения от молодой гвардии «Единой России» и общественного объединения «Волонтеры Победы», студентов и ученых Казанского федерального университета. Все обращения свидетельствуют о большом патриотизме и огромной любви к городу, к его истории, и говорят о желании воздать заслуженную честь и славу трудовому подвигу казанцев. Искренне от всей души благодарен от имени жителей Казани всем за такой единодушный порыв. Уважаемые депутаты и приглашенные, в соответствии с законом решения ходатайствия к президенту принимаются законодательными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации. В связи с этим, как мэр города Казани, от имени депутатов Казанской городской думы и жителей города, на основании всех поступивших обращений, прошу Государственный совет и Кабинет министров Республики Татарстан рассмотреть предложение и принять соответствующее решение о ходатайстве к президенту Российской Федерации о присвоении городу Казани почётного звания «Город трудовой доблести». Ихтибарзин Рахмет, благодарю всех за внимание. Спасибо. Записавшихся больше нет. Проект постановления по данному вопросу у вас на руках имеется, коллеги. Прошу определиться. Решение принято. Спасибо. Будем очень рассчитывать на то, что инициатива и общественных организаций, и жителей, и депутатского корпуса, и Казани, и республики будет поддержана, и Казань обретёт это абсолютно заслуженное звание. Спасибо, коллеги.